Здравствуйте, друзья! С вами компания АЛЯМ, Центр юридической защиты. И Дмитрий Кузнецов представляет страничку юмора под руководством нашего герпеса Адольфовича. Но здесь герпесу Адольфовичу, как вы поймете, сейчас было не до шуток. Он был максимально серьезен и попытался в таком формате донести этой говорилке. Здесь точно говорилка, вы это поймете в тексте. Просто говорилка, которая не то что пытается даже понять, она просто перебирает буквы, не слыша, наверное, даже собственного голоса. Ну почти робот, но только вот, как я не знаю, киборг будущий, вот такая вот. Вы поймете, это на самом деле весело и вот этот строгий тон, он добавляет веселье, мне кажется. Знаете, такая сатира получилась, что ли. Хороший диалог, доказывающий, какие бестолковые сотрудники в банках, а это звонили и с банка, судя по качеству звука. То есть, мы знаем, что коллекторы с кастрюлей на башке разговаривают, либо с тазиком, а с банка более или менее у них нормальная аппаратура, и поэтому с ними можно разговаривать. Ну вот, давайте послушаем, посмеемся, ну и, конечно же, в конце этого ролика будет опросничек по нашей старой привычке. Поехали. Вас слушают. Здравствуйте, звонок из Росельхозбанка Андреевна Магуева, тоже и Владимира Игоревича. Владимир Игоревич, собственная персона, и ваше имя-отчество вы проглотили первое, и мне имя вообще не было понятно. Звонок из Росельхозбанка, где-то Александра Андреевна. Александра Андреевна, это вы? Да, Александра Андреевна, правильно? Да, это я. Сладимся из Росельхозбанка. Вами очередной раз нарушены условия обогащения о проживочной должности, возникшей перед Росельхозбанком, в сумме 84 038 рублей, срок 78 дней. На данный момент договор находится на особом контроле у банка. Вы готовы представить данные об оплате должности из платежного документа? Вы знаете, банк мои требования не выполняет гражданские, и почему? Я должен выполнять. По какой причине вы не обеспечили на счете суммы, достаточную для оплаты? Я же вам объясняю, потому что банк игнорирует закон о защите прав потребителей, статью 29. Я приостановил платежи, пока мне не будут предоставлены все документы, которые должны были предоставлены быть мне по первому требованию. А именно договор с моей росписью, графики все, и еще я там список целый привел. Мне банк даже не удосужился ответить, хотя уведомление о вручении у меня есть. Банк получил мое письмо. В течение 30 дней по закону должен был меня полностью дать ответ. А я написал, я приостанавливаю все свои платежи. Какое заявление написали заявление? Какое заявление вы заявление? Я написал заявление, прям настоящее бумажное заявление, где потребовал предоставить мне все документы, которые на данный момент времени регламентируют права банка передо мной, и ничего не получил в ответ. Алло. То есть по потребительскому кредиту сейчас задолжено 63 306 рублей, срок 78 дней. У вас был срок 30 дней с момента официального обращения гражданина к вам на основании закона о защите прав потребителей. Статья 9, в которой четко конкретно сказано, что если юридическим лицом оказываются какие-то услуги, то лицо, которому оказываются эти услуги, имеет право требовать все документы, касающиеся этих услуг. Вы оказываете услугу кредитования населению. Так вот, я попросил у вас, чтобы вы мне предъявили документы, регламентирующие ваше право оказывать данную конкретную услугу. В данном конкретном случае это лицензия Центробанка, в которой будет прописано, что вам Центробанк делегировал оказание вот этой услуги, кредитования физических лиц. Это раз. Потому что я скачал в интернете лицензию Центробанка, вот вашего Россельхозбанк не нашел этой простой фразы кредитования физических лиц. Также я запросил выписку ЕГРЮ на сайте налоговой инспекции, где в АКВДах банка, официальная деятельность, которая прописана в уставе у вас, и за которую вы платите налоги нашему государству, тоже нет пункта кредитования физических лиц. Из этого я делаю выводы, что по своему недосмотру я заключил договор, который в принципе влечет за собой нанесение вреда Российской Федерации. Потому что вы укрываетесь от налогов. И я приостановил оплату ваших услуг, пока вы мне не предъявите документы, подтверждающие вашу законную деятельность на территории страны, в которой я проживаю. Владимир Игоревич, обращаю ваше внимание на следующее обстоятельство в отношении задолженности. Вы регулярно вводите банк в заблуждение, не исполняя условия кредитного договора. Вы игнорируете факт того, что не исполняете свои кредитные обязательства, и до сих пор не урегулировали с банком вопрос о наличии просроченной задолженности по вашему кредитному договору? Нет у меня никакой просроченной задолженности. Договор, который, как вы думаете, был заключен между мной и банком, является ничтожным, так как противоречит действующему законодательству, и в суде, вполне вероятно, может быть признан незаключенным. Выполнять условия данного конкретного договора, именно Филькиной грамоты, я, как человек благоразумный, отказываюсь, о чем сообщил в банк совершенно очевидными письмами, где написал, что я приостанавливаю, приостанавливаю, то есть я полностью в правовом поле себя оставил. И пока банк не предоставит мне то, что я имею право требовать по закону, я совершенно спокойно буду игнорировать ваши звонки, ваши угрозы и ваши, как вы их называете, предложения. Владимир Яковлевич, в связи с уклонением вас от оплаты по должности, банк уведомляет о передаче документов по вашему кредитному договору о подождении воздействия о взыскании. Я, одну секунду, я самое первое письмо отправил, в котором отозвал свое согласие на обработку своих персональных данных и передачу этой информации третьим лицам. Если банк передаст третьим лицам на основании любого договора агентского либо договора о сессии мои данные, он совершит преступление. Об этом я вас сейчас уведомляю под запись разговора. Владимир Яковлевич, то есть я информирую вас, не позднее, чем в течение трех дней, два должного по стопиденежных средств достаточно для полного погашения должности, то есть до 10-го... Иначе что будет, что произойдет, иначе... Под запись разговора я отказываюсь от оплаты. Я вот поняла, я данную информацию с ваших слов завексировала. К вам последний вопрос. Отвечаем контактные данные. Номер, по которому связались, это личный мобильный? Я не намерен отвечать на вопросы. Все мои контактные данные были указаны в письме, которое я отправил в головной офис. Головной офис получил это письмо, о чем свидетельствует уведомление о вручении, которое я получил на почте. Скажите, номер, по которому связались, это личный ваш мобильный телефон? Еще раз повторяю, девушка, голосу из трубки я не намерен давать никаких отчетов. По каким дополнительным номерам можно с вами связаться? В скорую помощь позвоните и скажите, голова болит, передний человек, похожий на меня, увезет вас к себе. Вы не понимаете, что ли, что я вам сказал? Хорошо, я вас приняла, вам спасибо, и вы доброго до свидания. Давайте. Да, вот так вот, друзья. Герпес Адольфович, в принципе, ответил на многие-многие вопросы, которые часто очень задают люди перед тем, как встать под юридическую защиту, не посмотрев видеопрезентацию. Либо посмотрев, ну, как говорится, в полглаза. Видеопрезентация у нас на нашем сайте размещена. Как устроена работа кредитных юристов компании Алям. И что мы для вас делаем, с чего начнем, чем продолжим и чем это все закончится. Ну, вот давайте вот так вот. То, что сейчас Герпес Адольфович продекламировал вот этой вот говорилке, пустоголовой из банка, четко свидетельствует о том, как правильно нужно поступать человеку, если он не может платить кредит. Или подозревает, что что-то тут не то. Ну, многие на нашем канале не то, что подозревают, а уже уверены. Да, существует закон о защите прав потребителей, и все вы о нем слышали. И можете загуглить 29-ю статью и получить все ответы на свои вопросы, а конкретно о неправильном, либо сомнительном оказании услуг. Именно так, да, приостанавливаю платежи. Для многих это ужасным, непреодолимым препятствием является, когда вот наша компания говорит, что обязательным условием для того, чтобы стать нашим клиентом, это прекращение всех финансовых отношений с банком. Для кого-то это действительно бонус дичайший, потому что в этом случае действительно человек получает финансовую свободу, и если ассоциировать стоимость наших услуг с теми поборами, которые банк навязывает, это в разы меньше, причем у нас-то всего 12 месяцев договор заключается, а банку можно платить неизвестно сколько времени, когда это закончится одному богу известно, даже банкиры не знают, чем дольше, тем лучше. Так вот, для кого-то это непреодолимое препятствие, они думают, ну как так, там же проценты набегут, и все остальное. Ребят, если вам легче, то вы не прекращаете платежи, а приостанавливаете. Но по инициативе банка, они останавливаются навсегда, потому что банк никогда вменяемо не отвечает на запросы. И вы скажете, зачем тогда досудебка? Дело в том, что досудебка нужна для того, чтобы, как говорит Герпес Адольфович, поместить себя полностью в правовое поле, чтобы вы не были каким-то там, знаете, полулегальным человеком, который что-то там сверху нахватался и какие-то вот такие вот непонятные мысли у себя генерируют. Нет, ни в коем случае. Все должно быть четко, конкретно. Лично вот мы уже давным-давно испытали этот алгоритм, он работает безупречно, и мы применяем его в коммерческом направлении для наших клиентов. Еще ни один клиент не сказал, что мы плохо делаем. Конечно, досудебный этап, он такой волнительный, он непонятный, но так или иначе, он очень эффективный и необходимый. Именно на досудебном этапе, по нашей статистике, уже более 80% кредиторов просто отказываются, бросают наших клиентов. А из всех, как говорится, неприятностей в кавычках остаются только звонки коллекторов, которые, ну, как вы уже понимаете, раз вы на этом канале, никакой за собой угрозы не несут, кроме вот психологического давления. И также я вам еще раз заявляю, вы не обязаны отвечать. Хоть у нас и есть услуга, она предоставляется всем нашим клиентам бесплатно, это подключение переадресации, когда с вашими кредиторами беседуют наши специалисты, но многие все равно спрашивают, а как вот я трубку не беру, а они потом предъявят мне, что я скрывался. Ребята, включайте голову, я всегда так говорю. Кто от кого скрывался, вы не обязаны не то, что отвечать на звонки, да вы не обязаны иметь сотовый телефон, в принципе, как таковом. Кто вас обязывал, где в законе написано, что у каждого человека, который обратился в банк, должен быть сотовый телефон. Ну да, на момент заключения договора он у вас был, потом его утопили и больше не покупали. Либо вы по каким-то убеждениям по состоянию здоровья не хотите там облучаться, да, как сейчас можно говорить. Вот никто об этом не задумывается и говорят, что люди, я скрываю, трубки не беру и все такое. Вы просто простые вещи проанализируйте и все. Ну а кто хочет углубиться в эти знания, пожалуйста, на нашем сайте есть еще раз повторяю, видео, презентация, где все по полочкам разложено, вы получите максимальное количество ответов на максимальное количество своих вопросов. Посмотрите, ссылка на наш сайт есть в описании ролика. Это у любого другого. Также для вашего удобства в правом верхнем углу видеотрансляции выходит кликабельная подсказка. Вот она. Посчитайте, сколько вы сейчас платите и сколько нужно будет заплатить специалистам компании Алям, чтобы получить финансовую свободу и что в результате будет на самом деле. А в результате будет такая ситуация, когда мы создадим условия, когда банку будет выгодно отказаться от претензий раз и навсегда к вам. Мы даем пожизненную гарантию, поэтому вы можете не беспокоиться. Договор заканчивается, но вы все равно остаетесь под постоянным патронажем специалистов компании Алям. Сделайте свой выбор, посмотрите видео на нашем сайте и, конечно же, оставляйте заявку либо позвоните нам. Мы всегда будем рады вам помочь. Ну и опросничек. Как вам в этом ролике Герпес Адольфович со своей серьезностью? Серьезный Герпес Адольфович? Нужен он или нет? Вот так будет опросник выглядеть в правом верхнем углу видеотрансляции. Вот он выходит. Оставьте свое мнение, друзья. Ну и подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте. Ссылочка на группу есть в описании ролика. Также подписывайтесь на наш канал, если вы этого еще не сделали. Ставьте лайки. Репост в соцсетях, мне кажется, это самое обязательное. И, конечно же, пишите комментарии, что вы думаете по поводу всего происходящего. Как вам вообще это все на самом деле? Ну а я желаю вам счастья, здоровья, финансового благополучия. С вами был Кузнецов Дмитрий, Центр юридической защиты компании Аляма. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова